Весенний перепад температур может разрушать дорожное покрытие. Поэтому подрядные организации и специалисты МБУ Самара Дорожное Хозяйство проводят проверку отремонтированных ранее дорог. Особое внимание проезжим частям, которые ремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Гарантийный осмотр провели на улице Верхнекарьерной. На улицу ремонтировали в 2020 году. Видно, что дорога держится своими нагрузками, справляется. Гарантийный срок отремонтированных дорог составляет 2 года или 5 лет в зависимости от материалов, с помощью которых проводился ремонт. При осмотре подрядчики фиксировали ровность дорожного покрытия и искали другие недочеты, которые могут доставить водителям неудобства. Наша задача с заказчиками, с подрядными организациями определить их наличие, этих дефектов, с тем, чтобы подрядные организации устранили эти дефекты в ближайшее время. По итогам осмотра выявлена лишь небольшая просадка в районе люка смотрового колодца. В ближайшее время подрядчик разберется в причинах и приступит к ремонту. Процедура проверки проводится совместно с представителями подрядных организаций. Все замечания фиксируются в акте осмотра. После получения этого документа подрядчики должны устранить возникшие дорожные дефекты. Согласно условиям муниципальных контрактов, работы по исправлению недочетов производятся полностью за счет средств исполнителей, то есть подрядных организаций. Привести участки в порядок обязаны в течение 20 дней с момента получения акта осмотра. Еще одним дорожным объектом, который проверили, стала улица Партизанская, отремонтированная по нацпроекту в 2021 году. Проезжую часть обновили по всей ширине, от промышленности до Тухачевского. Заменили дорожные плиты и люки колодцев. Дефектов на данном участке обнаружено на сегодняшний день, пока еще не было. В прошлые годы дорога отстояла отлично. Часто езжу по этой дороге, хорошо, что ее отремонтировали. Гарантийные проверки стартовали с 18 марта и продлятся до конца апреля. В этом году МБУ «Дорожное хозяйство» предстоит осмотреть 163 объекта. Все дефекты будут ликвидированы.